Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и считает такие действия неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства. Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем, сказано в сообщении. В российском МИД также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате произошедшего. Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организатор атаки, члены подпольной группировки, фланелевые солдаты, задействовали два дрона, начиненные взрывчаткой, однако аппараты были сбиты снайперами гвардии. Мадуро не пострадал и был эвакуирован. Ранено 7 силовиков. Власти признали случившийся терактом, фланелевые солдаты обещали повторить попытку устранения главы государства. Венесуэла переживает затяжной экономический кризис, на фоне которого в стране происходят массовые беспорядки, а в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров. По прогнозу Международного валютного фонда, к концу этого года инфляция в республике может достигнуть миллиона процентов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.